Начиная наш разговор о чемпионах мира по шахматам, нельзя не вспомнить о том, что, хотя официальный отчет ведется с 1886 года, но и до этой, ставшей знаменательной для шахматного мира даты, сильнейшие шахматисты своего времени сражались в матчах, встречались между собой и выясняли, кто же из них сильнее играет в шахматы. В середине XVIII века не было равных Франсуа Андре Фелидору. В XIX веке сражались между собой Александр Макдональдс и Луи Шарль де Лабурдане. Затем спор об условном звании сильнейшего шахматиста продолжили Пьер Шарль де Сантаман и Говард Стаунтон. Затем заблистал Адольф Андерсон, а после яркой кометой пролетел по шахматному небосклону Пол Морфи. В 1866 году скрестили свои шпаги в матче Вильгельм Стенец и Адольф Андерсон. Матч проходил в упорной борьбе и закончился победой Стенеца. Но официальным чемпионом мира он стал лишь 20 лет спустя. Итак, первая визитная карточка, первое видео нашей серии о великих чемпионах мира. Вильгельм Стенец – первый официальный чемпион мира по шахматам. Завоевал он это звание в 1886 году, обыграв в матче Иоганна Цукерторта к слову ученика того самого Андерсона, с которым Стенец боролся несколькими десятилетиями ранее. Кроме звания первого чемпиона мира, Стенеца часто называют и основателем позиционной школы шахматной игры. Он был прекрасным аналитиком, одним из первых, кто попытался выделить общие принципы стратегии. Можно сказать, что Стенец осветил дорогу следующим поколениям шахматистов, включив определенные позиционные маяки, освещающие путь и по сей день в сложном море шахматных вариантов. За свою карьеру Стенец сыграл шесть матчей за мировое первенство. Четыре выиграл в 1886 году у Цукерторта, в 1889 и 1892 году у Чегорина и в матче против Гунсберга, который проходил с 1890 по 1891 год. И два раза он проиграл. В 1894 году он уступил звание чемпиона мира Эммануилу Ласкера, о котором мы поговорим во второй визитной карточке этой видеосерии. А в 1896-1897 годах попытался отыграть шахматную корону назад, но Ласкер защитил свое звание. Стоит отметить, что до 1948 года матчи за звание чемпиона мира проводились безо всякой системы. То есть чемпион сам определял своего соперника, договаривались участники о формате матча и времени его проведения и о призовом фонде. Итак, я поделилась с вами небольшой историей Вильгелема Стенница, а сейчас визитная карточка чемпиона. Одной из самых известных партий в шахматной истории, которую выиграл Стенец, является его победа против Курта фон Барделебина. Отмечу, что Стенец одержал эту победу в турнире в Гастингсе уже в очень почтенном возрасте. Итак, смотрим, как атаковал Вильгелем Стенец, несмотря на то, что его называют основоположником позиционной школы шахмат. Но атаковать первый чемпион мира умел и делал это иногда очень-очень убедительно. Позиция на экранах. Стенец фон Барделебин. Ход белых. Черные только что сделали ошибочный ход С6. И Стенец наказывает своего соперника за отставание в развитии. Смотрите, король остался в центре. Но что самое неприятное, это связка этого коня на Е7. И следует ход Д5. Имеющий инициативу обязан атаковать. Один из постулатов Стенеца. И он делает именно это. Жертва пешки, открывающая дорогу коню, который впоследствии примет участие в атаке. Черные побили на Д5. Возможно, если бы они знали, что их ожидает, они бы избрали более скромное король Ф7. Но в этом случае после ДЦ, БЦ, либо конь С6, следует ладья Д1. И король на Ф7 чувствует себя неуютно. У белых достаточно серьезный перевес. ЦД последовало в партии. Белые прыгнули конем на Д4. На то поле, которое они этой жертвой пешки открыли. Посмотрите, как слабы белые поля в лагере черных. Король Ф7. Черные пытаются избавиться от связки и убежать королем. Кажется, еще немного. Еще один ход ладьей, и все у них нормализуется. Но время в шахматах очень важный фактор. Конь Е6, создавая неприятную угрозу ладья Ц7. В партии последовал ладья Аш, Ц8. Отметим также, что не помогали другие ходы. Например, на ладья А, Ц8 так же, как и в партии, бы последовал удар ферзь Ж4. И здесь после Ж6 черные проигрывают. После конь Ж5, король Е8 и ладья Ц8. Сказывается, вновь это неприятная связка на Е7. После ферзь Ц8 следует просто мат. Если черные после конь Е6 попытаются перекрыть линию Ц и сыграют конь С6, тогда может последовать конь С5 и вновь непонятно, куда отступать ферзю. Он должен сторожить поле Е6, иначе последует ферзь Е6. Но полей для отступления не так много, так как висит и пешка на Б7. Если черные ходят ферзь Ф5, следует просто конь Б7. Если они отступают ферзем на Ц8, последует ферзь Х5 шаг, и затем забирается центральная пешка, и атака продолжается. Поэтому в партии черные попытались защитить линию Ц ходом ладья А, Ц8. Но так же, как и в случае ладья А, Ц8 в варианте, который мы разобрали, здесь следует хук справа. Ферзь Ж4, удар по королевскому флангу, переносит атаку белые с ферзьевого фланга на королевский. Тяжело ладье защищать и поле Ц7, и пункт Ж7, поэтому черные делают ход Ж6. Здесь следует симпатичный вскрытый шаг. Ферзь висит черных на Д7. Приходится ходить король Е8. И кажется, что на какое-то время белые прекратят атаку, что у них нет ресурсов. А первый ряд у них тоже слаб, форточки нет. Но тут следует грандиозный удар. Ладья бьет Е7. Вновь перегрузка. Бедный черный ферзь на Д7 перегружен. Он вынужден защищать ладью Ц8. Если черные побьют на Е7, следует ладья Ц8 шах. И, что самое важное, вторая ладья тоже берется с шахом и защищена. Не успевают черные пойти в ферзь Е1. Они должны отступать ферзем и защищать своего короля. В партии черные отступили на Ф8. В случае король бьет Е7. У белых было бы несколько возможностей привести к партию к победе. Ладья Е1 указывал такой вариант сам Стенец. И говорил, что в партии он рассчитал... Если король Д8, то конь Е6, конь Ц5. Следующий вариант, который возникает после ладья Е1, король Д6, ферзь Б4. Вот такой вот симпатичный мат могли бы дать белые. Но скажем так же, что вместо ладья Е1 начать с ферзь Б4 тоже ведет к решающему перевесу. После ферзь Д6 следует ферзь Б7. И затем у черных теряется ферзь. Если после ферзь Б4 черный король отступает на Е8, то черные вновь не могут защититься. И вновь очень важен тот факт, что в случае ладья Ц1, поле Е1 под контролем не только белой ладьи, но и ферзя. И ферзь помогает ладье защитить короля. Поэтому в партии последовало король Ф8, но на этом атака белых не прекращается. Назойливая белая ладья продолжает преследовать короля черных. Ладья Ф7 шах. На ферзь Ф7 вновь следует знакомая нам ладья Ц8. Если король уходит назад, черные просто получают мат. То есть дороги назад нет. Приходится двигаться к краю доски. Король Ж8, но следует ладья Ж7. На короле Ф8 белые дадут шах. И вновь королю приходится идти под шах и терять ферзя с шахом. Поэтому фон Барды Лебен сдался. Причем сдался он, молча покинув зал. И затем прислал посыльного, где сообщалось о том, что он сдает эту партию. Авергель Бстенец продемонстрировал собравшейся публике, чем бы могла закончиться партия, если бы она продолжилась. Ну что ж, король Ф8, конь Х7 мы разобрали. Король Х8, ладья бьет Х7. И здесь, увы и ах, заканчивается доска. И нету поля дальше. Приходится королю бежать в другую сторону. Но тогда следует ладья Ж7 шах. И здесь выясняется, что на короле Ф8 вновь конь Х7, знакомая нам. А на король Х8 уже вскрыта линия Х. И после короля Х8 следует ферзь Х4 шах. Король бьет Ж7, ферзь Х7. И всю свою мощь демонстрирует дуэт ферзя и коня. Король Ф8, ферзь Х8. Король Е7, ферзь Ж7. Здесь на король Д6, ферзь Ф6. И черные получат мат на Е6. А в случае король Е8, ферзь Ж8 шах. Король Е7, ферзь Ф7, король Д8. Получается позиция, которая могла возникнуть и в случае немедленного отступления короля на Д8. Ферзь Ф8 шах. И вот такой вот красивый изящный мат дают белые кони в 7 шах. Король Д7, ферзь Д6 шах. Замечательная победа белых. Победа первого чемпиона мира. Вильгельма Стенница. Бриллиант в шахматной истории. Надеюсь, вам эта партия понравилась. Всегда приветствую ваши комментарии о вашей любимой партии из творчества первого чемпиона мира. Не прощаюсь. Говорю до скорых встреч. О втором чемпионе мира по шахматам Эммануэле Ласкере мы поговорим в следующем видео. До скорых встреч. Не валейте, играйте в шахматы. С вами была Александра Костенек. Редактор субтитров А.Семкин